Конечно, она такая красивая. Конечно, в нее влюбились два парня. Так еще у нее там и третий есть. Вообще, мне бы быть хотя бы чуть-чуть на нее похожей. Вот если бы я была такой же красивой, меня бы тоже, наверное, все влюблялись. Здравствуйте, дорогие зрители. Меня зовут Оксана Галаган. И сегодня я вам расскажу притчу о самооценке. Но это не то, что притча, которую я где-то услышала, или притча, которую я придумала. Это просто случилось со мной. Но я хочу с вами этим поделиться, потому что, может, это вам поможет, так как это помогло мне. Что такое самооценка? Последние исследования говорят, что самооценка – это не то, что мы думаем о себе, и не то, что о нас думают другие. Это то, что думаем мы, что о нас думают другие. Так вот, я с самого детства считала себя некрасивой. Меня коротко стригли, мне это очень сильно не нравилось, но я ничего не могла с этим поделать. И я далеко не модельной внешности. Наверное, как каждая девушка, комплексовала по этому поводу. И немножко, наверное, комплексует до сих пор. И когда-то еще в детстве, ну как, может быть, в подростковом таком возрасте, я точно не помню, но мне кажется, лет мне было 11-12, я увидела фильм, по-моему, Алексея Учителя, и называется он «Прогулка». Там идет девушка, с ней знакомится парень, потом приходит его друг, и они оба в эту девушку влюбляются. Я тогда еще совсем в детстве подумала, конечно, она такая красивая, конечно, у нее влюбились два парня, так еще у нее там и третий есть. Вообще, мне бы быть хотя бы чуть-чуть на нее похожей. Вот если бы я была такой же красивой, у меня бы тоже, наверное, все влюблялись. Я так подумала в детстве. Короче, мне муж показывает фотографию этой артистки, Ирины Пеговой, и говорит, смотри, вы же похожи. Я вообще, когда тебя увидел, сразу подумала, что вы как сестры. Я пересматриваю этот фильм, и я просто в шоке. Оказывается, я на нее похожа. Ну, думаю, может, ему кажется. Прислала я своему знакомому одному фотографию этой Ирины Пеговой, черно-белую фотографию, прислала и спрашиваю, как ты думаешь, кто это? Мне пишет, это твоя бабушка или мама, поскольку фотография черно-белая. А я говорю, мы что, похожи с ней? Говорит, да. Вот так. Я никогда не могла подумать, что я на нее похожа. И я, наверное, не совсем на нее и похожа. Просто некоторым людям я кажусь на нее похожей, а некоторым нет. Напишите в комментариях, похожа я на нее или нет. Потому что мои подружки говорили, что не похожа. Но, тем не менее, два мужчины в моей жизни заявили, что я похожа на ту актрису, которая мне так сильно в детстве понравилась. И я делаю вывод, что я далеко не объективно себя оцениваю. И я могу вам сказать, что я уверена, что и вы далеко не объективно себя оцениваете. Нельзя увидеть себя со стороны. Вы думаете о себе одно, а в жизни оно абсолютно другое. Более того, был проведен такой эксперимент. Человека садят вместе с художником. Художник рисует его портрет, но по словам самого человека. Человек говорит, где губы больше, где меньше, где убрать. Художник рисует со слов своего, грубо говоря, клиента. И потом показывались два портрета. Портрет со слов клиента и настоящий портрет. И настоящий портрет был в разы красивее. И это не над одним человеком был проведен эксперимент, а много людей так проанализировали. Мы можем сделать вывод, что люди себя объективно не оценивают, а оценивают себя намного хуже, нежели они есть. Задумайтесь над тем, как вы себя оцениваете. И добавьте себе пару баллов наверх. Если вам понравилась эта притча, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, напишите свой вопрос, если вас что-то интересует. Я создам вам видеоответ. Смотрите мои видео. Надеюсь, они вам помогут. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok